Мы приветствуем зрителей канала Всего о стиральных машинах и цветовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших фенов с Алиэкспресс. Ссылки на лучшие фены с Алиэкспресс находятся в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет, в общем-то, ожидаемо фен от RHD08. В данном случае он стоит 4805,46 рубля. На него скидка сейчас 46%. Ну и действительно хороший вариант, потому что долгое время он стоил в районе 8000 рублей на Алиэкспресс. У него мощность 1600 ватт, вроде бы немного на первый взгляд. Но зато у него целая куча функций за счет огромного количества насадок. В принципе, этот фен, он как бы по всем статьям профессиональный. Потому что, ну, грамотно он сделан, качество изготовления, как бы малогабаритные размеры, удобное управление, всевозможные дополнения, которые позволяют удобно им пользоваться. Даже шнур длинный, почти 3 метра, 2,7 метра, если быть точным. Поэтому данный фен, в принципе, очень хороший. Вы в дорогу с собой взять легко. И, как бы, он места много не займет. И плюс у него мощность достаточная, чтобы ухаживать за самыми различными волосами. Ну и, в общем-то, технология Dyson здесь прослеживается. Поэтому, как бы, ну, за Dyson за такой вы отдадите в 3 раза дороже. Ну и здесь получается достаточно дешево. Так что рекомендую. На втором месте у нас расположился фен Dream Hire Artist. Он, в общем-то, уже фигурировал в одном из наших обзоров. Действительно хороший фен. 12 650 рублей 40 копеек. Он, в принципе, в чем-то по, скажем так, характеристикам своим похож на предыдущий. Но, как бы, качество материалов, из которого фен изготовлен, намного лучше. То есть, он прослужит неизмеримо дольше. Ну и если вы, как бы, любите качественные вещи, чтобы там все шестерни, все детали, внутренние механизмы были металлическими, да, и служили долго, это как раз ваш вариант. Почему он такой дорогой? Ну, во-первых, из-за металла внутри и из-за передовой электронной начинки. Ну и ухаживает за волосами он, конечно, хорошо. То есть, он антистатический эффект имеет и разные другие эффекты, которые позволяют именно наилучшим образом ухаживать за волосами. Поэтому и такая цена. 12 650 рублей 40 копеек. На мой взгляд, вполне оправданная. На третьем месте расположился у нас профессиональный фен классический Грайс Элис 9930. В принципе, он довольно-таки мощный. 2300 ватт. Неплохо сделан. Клавиши удобно расположены. То есть, если вы предпочитаете классические фены, да, это тот самый вариант, который вам нужен. То есть, обычные переключатели стандартные. Ничего здесь такого сверхъестественного. То есть, как говорится, привычная конструкция. Плюс длинный провод 2,8 метра. Ну и еще какой плюс. Здесь, как бы, инновационно является только внутренняя начинка кое-какая. То есть, чистится он от ворса легко. Ну и, в принципе, работает достаточно неплохо. Плюс, еще могу отметить, что он перегревается медленнее, чем аналогичные образцы. Ну и стоит неизмеримо дешевле. 2371 рубль. Поэтому, по соотношению цены и качества, это просто прекрасный вариант. На четвертом месте расположился фен Xiaomi Mi H100. Тоже компактный, простой фен. Он простой в эксплуатации и в обслуживании. И стоит недорого. 1689 рублей 30 копеек. Это такой классический дорожный фен. В нем, как бы, нету каких-то там сверхфункций, там, расширенного набора насадок. Зато он складной. Занимает крайне мало места. Буквально прям в редикюль его можно запихнуть и везде носить с собой. Даже где-то, если вы в городе, там, на работе где-то. Либо у вас работа такая, что нужно болтаться постоянно. То есть, данный вариант вам подойдет более чем. У него очень мощный двигатель при компактных размерах и мощный поток горячего воздуха, который быстро высушит волосы безо всяких проблем. Так что, рекомендую однозначно данный вариант. На пятом месте у нас расположился очень неплохой фен HTV Frequency. В данном случае это тоже компактный фен. 2200 ватт. Мощный. У него еще и кое-какие насадки есть в комплекте. При этом цена у него 2737 рублей 80 копеек. Он бы в тройку лучших однозначно вошел, если бы не качество материалов. То есть, он изготовлен немножечко так топорно, хотя вот на картинке этого не видно. В жизни, если посмотреть на этот фен, не очень он как бы в плане сборки сразу видно. Ну и качество материалов. То есть, вот эти вот вещи, они вышаркиваются со временем. Вот эти накладочки. И он становится такой весь какой-то пятнистый. Но при этом это не умаляет его функции, не умаляет качество его работы. Потому что фен действительно достойный. Он мощный. Он обладает антистатическим эффектом. У него, соответственно, двигатель достаточно мощный установлен. Ну, кстати, неплохой в плане надежности. Шестерни, хоть и пластиковые, но сделаны неплохо. То есть, это пластик достаточно качественный. Ну, поэтому смело там 3-4 года он проработает. Так что можно брать. Тем более, что цена сейчас приятная. 2737 рублей 80 копеек. На шестом месте расположился ожидаемо фен Dyson Airprop 5 в 1. Это, в общем-то, фен для завивки. Но он и как классический работает неплохо. У него куча здесь насадок. Поэтому на все случаи жизни его можно использовать. Как полноценный обычный фен, ну, не знаю, не каждому подойдет. Но, учитывая, что, опять же, куча насадок, для разных других задач он подходит. Поэтому можно примириться с тем, что у него несколько недостаточная мощность для той же обычной, например, укладки. 2500 рублей 90 копеек он стоит по той простой причине, что это не лицензионная версия. Ну, как бы, на мой взгляд, за такие деньги можно взять. Тем более, что и качество материалов здесь неплохое. Ну, и главное, конечно, функциональность. Потому что ни один обычный фен такую функциональность не обеспечит. То есть, 1563 отзыва о данном агрегате. Ну, и, наконец, завершает наш рейтинг фен Otter H-Speed. В данном случае это тоже неплохой компактный фен с хорошими характеристиками. Мощный, простой. Управление осуществляется буквально одним переключателем и одной кнопкой. Не забивается сильно волосами и ворсом. А если и происходит такое, то его легко почистить, гораздо легче, чем обычные фены. То есть, это очень хороший дорожный такой вариант. Выглядит он достойно. Хотя, качество пластика оставляет желать лучшего. Но, опять же, если этот фен использовать именно как дорожный, как фен, который применяется время от времени, то это будет вполне нормальный вариант. Конструкция у него такая ближе к классической, но форма очень своеобразная. То есть, он такой закос под современные фены. Стоит он всего лишь 897 рублей 30 копеек. Поэтому рекомендовать его можно смело. Потому что по соотношению цены и качества это идеальный вариант. Ссылки на лучшие фены с Алиэкспресс вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.